В апреле 2014-го Забайкальский край потрясла трагедия. В селе Большая Тура прогремели взрывы на складах боеприпасов. Погибло много людей. От разрушений и сам поселок изменился до неузнаваемости. Население лишилось жилья и восстанавливать дома нужно было экстренно. Одним из подрядчиков, занятых на восстановлении и строительстве объектов, Туры стал агинский предприниматель. Правда, в условиях ЧЕС не был заключен государственный контракт. В итоге предпринимателю оплатили только 60% выполненных работ. Еще 6,5 миллионов рублей до адресата не дошло. Суды не помогли в иске и в апелляции было отказано. Ответ один – нет госконтракта. Акты выполненных работ, технические задания и даже отзывы населения суд тоже не принимает во внимание. На защиту предпринимателя встал арбитражный юрист Бато Дабаев. Этот случай его возмутил. В торгово-промышленной палате Забайкальского края он рассказал о том, как нужно бороться за права предпринимателей. В той ситуации, когда было недозаключение госконтрактов. И закон предусматривает. Более того, он теперь, вот парадоксальная ситуация заключается в том, что несмотря на то, что он не получил свои законные 6,5 миллионов рублей, он должен с них заплатить налог. И это требует с него налоговая. Он продал все свое имущество, продал транспорт, автомобиль, залез в кредиты, на жену взял кредиты. Все для того, чтобы как-то оплатить налоговую. Вот я считаю, это не помощь со стороны государства, когда, казалось бы, заключается предварительный договор, имеются все основания просить деньги. И предприниматель не получает деньги за выполненные работы, помогает людям, чтобы они не замерзли в результате ЧАЭС. И не получает деньги, а еще с этого должен заплатить налог. Батодобаев уверен, совместными усилиями справедливость будет восстановлена. Кстати, Союз Забайкальская торгово-промышленная палата сегодня тесно сотрудничает с ТПП других регионов. Такая сплоченность важна для решения проблем многих предпринимателей. Зачастую просто не идут в суд, потому что они не знают, что с этим делать. Побывав в первой инстанции, когда получают отказ, настолько юридически грамотные у нас предприниматели, что они просто говорят, нам отказали, ну ладно, что, пошел. Внизу каждого решения суда у вас есть возможность подать, обжаловать судебное решение в течение какого-то времени. И это им надо пользоваться. Продолжение следует...